Больше полугода в республике шел чемпионат школьной волейбольной лиги. В соревнованиях участвовали около 300 школ, городов и районов Чувашии. В республиканский этап прошли не все. Кто оказался в числе сильнейших в нашем следующем сюжете. Мастерство игрока в волейболе далеко не залог успеха. Чем сплоченнее коллектив, тем выше шансы на победу в командных видах спорта. Те, кто сумел отобраться на республиканский этап, а это более 50 дружин юношей и девушек, показали, как чувство локтя влияет на результат. Своей игрой лидеры соревнований заинтересовали всех зрителей. И сегодня тысячи мальчишек и девчонок, выходя на площадку, дарят нам массу положительных эмоций от красивой и эмоциональной игры. Участников порядка 15 тысяч за этот промежуток приняли участие. Представляете, сколько эмоций. Но самое главное – азарт. Вы уже слышите, вот у меня за спиной что творится, и слезы радости, и слезы горя, кто проиграет. Но в целом, мне кажется, вот это мероприятие у нас удалось. Шестой год подряд. Будем надеяться, будем продолжать его и дальше. В финале встретились юношеские команды Чебоксарской школы номер 61 и Арининской школы Маргаушского района. В ходе упорной борьбы счет склонился в пользу спортсменов из столицы республики. Среди девушек титул чемпионок школьной волейбольной лиги сезона 2015-16 годов достался ученицам первой гимназии города Чебоксары. В своей победе лидеры соревнований были уверены. Мы играем четвертый год, и мы очень надеялись, что выиграем в этом году, потому что мы очень много тренировали. Наш уровень довольно хороший для школьной волейбольной лиги, и поэтому все старались идти на первое место всегда. Победители и призеры по сложившейся традиции, помимо грамот, медалей и кубков, получили новый инвентарь, необходимый для игры в волейбол, а значит и для улучшения своих результатов в предстоящих сезонах. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.